Всем привет! С вами я, Елена Чернявская, и вы на канале ЕНЕЛЬ. Сегодня я вам открою секрет стройных людей. Что это значит? Этот секрет помогает им оставаться такими до самой старости. Интересно? Смотрите до конца. Так получилось, что с самого детства у меня есть проблемы желудочно-кишечного тракта. И, конечно же, я хожу к гастроэнтерологу и ходила всегда, и много лет назад меня вела очень крутая женщина, врач, доктор наук, которая посоветовала мне одну такую мелочь, которая очень хорошо повлияла не только на лечение болезни, но и на мою фигуру. Она просто сказала мне, пищу нужно пережевывать тщательно. Что значит тщательно? Твердую пищу не менее 50 раз, жидкую, такие как супы или каши какие-то жидкие, не менее 30. И вы знаете, позже я нашла одно интересное научное исследование, которое показало, что это и есть путь к стройности. Каким образом? Собрали большое количество людей, которые были индекс массы тела, до определенного значения. В итоге начали смотреть, какие у них есть общие черты, что они кушают, и выяснилось, что они пережевывают пищу намного тщательно, чем те, кто имеют лишний вес. Так вот, это очень интересное наблюдение. Если разобраться, как это работает? Если говорить со стороны здоровья, то слюна наша содержит ферменты, которые при пережевывании пищи обволакивают ее, соответственно, уже начинается расщепление. Пища будет легче перевариваться, усваиваться, соответственно, усвоится больше питательных веществ. Кроме того, пока вы жуете, если вы пережевываете тщательно пищу, вы не наглотаетесь воздуха, а значит, у вас не будет проблем, такие как вздутие живота, например, или отрыжка. Теперь, что касается стройности. Когда вы жуете пищу, то, например, процесс расщепления сложных углеводов на простые начинается прямо во рту под действием ферментов слюны. Соответственно, вкус пищи вам будет казаться вкуснее. Соответственно, полезная, но не такая прям вкусная пища будет казаться вам более вкусной и будет заходить намного лучше. Более того, мы все знаем, что сигнал о насыщении поступает в мозг только через 20 минут после того, как вы начали есть. Соответственно, чем медленнее вы пережевываете пищу, тем меньше вы съедите. А полезная пища, да еще и не в больших количествах, разве это не основа стройности стройного и здорового тела? Поэтому берите себе на вооружение. Жевать, жевать и еще раз жевать. К этому очень быстро привыкаешь, хотя поначалу кажется сложным. Скажу честно, для меня это было поначалу просто какой-то кошмар. Я все время забывала, особенно когда ешь на ходу, так вообще приходится себя останавливать и жевать, жевать, жевать. Но оно того стоит. Запомните, 50 раз жуем, если пища твердая. И если пища не очень твердая, более мягкая, то до 30 раз. Я очень надеюсь, что этот лайфхак много кому пригодится. Не только в плане красоты, но и здоровья. А теперь давайте так. Если у вас есть проблема отрыжки и вздутия живота после еды, если вы никак не можете справиться с лишним весом, попробуйте мой совет и напишите мне потом в комментариях, помогло или нет. И на сегодня у меня все. С вами была я, Елена Чернявская. Всем пока! Пока!